В прошлом вандализм, а сегодня современное искусство. Правда, со временем все стало совсем по-другому. Надписи и странные для обывателей знаки изменились жанровыми историями, карикатурными портретами и рисунками абстрактного вида. Как вам такая творческая мастерская размером с город? Чтобы понять отношение современников к этому виду искусства, придется немного погрузиться в историю. Яркие, вызывающие рисунки на стенах домов Нью-Йорка 60-х годов становились метками уличных банд в различных районах города. И лишь спустя годы такое самовыражение переросло в урбанистику. Сегодня художники не просто украшают улицы и дома своими творениями, но и затрагивают социальные темы. Всего несколько лет назад в Одессе ежедневно появлялись новые арт-объекты, но со временем движение стрит-арта немного утихло. Потому художники придумывают новые проекты. Одним из таких стал основатель арт-студии Pitch, превративший карантинный спуск в галерею силуэтов. Мы немножко переформатировались. Мы организовали такой проект, как Art Team Building. Суть проекта заключается в том, что есть, например, организация или компания, где есть больше ста сотрудников. Мы приезжаем нашей командой, смотрим на здания или на заборы, которые рядом есть со зданием. И, соответственно, в определенный день вместе с сотрудниками той или иной компании мы оформляем здание или забор той или иной компании. И, соответственно, в чем здесь плюс? То есть каждый сотрудник начинает ценить и по-новому смотреть на ту компанию, в которой он работает. Это как раз один из примеров, когда был проявлен в данном случае проект на все 100% под названием Art Team Building. Здесь мы заранее прогрунтовали стенку белым цветом, сделали разметку. Этот рисунок рисовали дети 6-8 лет. В первую очередь для художника стрит-арт – это возможность напрямую повзаимодействовать с обществом. Любой прохожий становится зрителем музея на открытом воздухе. Подобные арт-объекты направлены не на всех, но у кого-то рисунок точно найдет свой отклик. До того, как публика увидит стрит-арт, проделывается немало работы. Все начинается с эскиза, который применяется на выбранную художником плоскость. Далее стена грунтуется. Процесс нанесения краски стартует после разметки. Но после завершающих этапов арт покрывается лаком, который защитит его от ультрафиолетовых лучей. Созданный стрит-арт сохраняется в первоначальном виде чуть более 10 лет. Долговечность граффити или любого уличного арт-объекта зачастую зависит не только от техники и качества краски, но и от выбранной локации. Порой работы становятся жертвами местных жителей, но те, кому такое искусство приносит удовольствие, находятся в большинстве. Когда мы только начинали, мы получали огромное количество запретов на те или иные арт-проекты, потому что в центре города стрит-арт не сильно смотрится. Но случилось так, что стрит-арт приобрел популярность и, соответственно, в центре города как раз и больше всего объектов, где есть больше всего рисунков. Уникальными работы делает неповторимость холста, на котором они создаются. Найти и обыграть самую непримечательную поверхность, придав ей колоритности. Тут главное – включить свою фантазию. По мнению профессионалов, самоучки во многом превосходят художников с образованием, так как у них совершенно другой подход в реализации проектов. Уличные мастера считают – стрит-арт может быть не всегда уместен. Чаще всего локациями для своих работ они выбирают спальные районы, превращая серые бетонные стены в красочные граффити. Мы планируем, в общем-то, разрисовать где-то около 4-5, 16 этажек на поселке Котовского. Эти рисунки будут уникальны. Чем? Это будут впервые вообще в Одессе, а может быть даже и в Украине, рисунки, которые посредством тех или иных приложений в смартфоне будут оживать. И эти рисунки будут интерактивными. То есть, подойдя к нашему стрит-арту, можно будет навести смартфон. И на смартфоне этот рисунок оживет. И будет вещаться та или иная полезная информация. Выразить свои мысли с помощью баллончика или акрила пытаются многие любители. Но для большинства стрит-арт так и остается хобби. И лишь единицам удается превратить это искусство в свою профессию. Обычные стены стрит-арт превращают в популярные достопримечательности как для местных, так и для гостей города. Теперь когда-то непримечательным стенам приходит впечатляться новая Одесса, а точнее узнавать ее.